Сегодня проповедь, как я уже говорил, будет на тему, какой властью ты это делаешь. Помните, кто задал этот вопрос? Фарисеи задали Иисусу вопрос, какой властью ты это делаешь. То есть, когда Он разогнал миновщиков, когда Он исцелял прокаженных и воскрешал из мертвых, Его фарисеи спросили, какой властью ты это делаешь. И они утверждали, что Он делает это властью князя Бесовского Вильзевула. Но я сегодня не буду об этом специфически проповедовать. Я хочу, чтобы мы сегодня послушали слово, которое ободрит очень многих из нас. Потому что я уже говорил на прошлом нашем служении о том, что нам дана та же власть, что Иисусу Христу. Кем дана? Богом. Потому что мы, уверовав, стали чадами Божьими. Об этом сегодня будем говорить. И я хочу, чтобы вы свыклись с тем, что у вас есть силы и власть. Есть. И чем больше вы будете в это помазание входить, тем больше будет у вас сопротивление. Я называю это помазанием Петра. Потому что чем больше он начинал входить в помазание вот этого человека, которого Иисус назвал камнем, кифой, в помазание человека, который идет за Иисусом Христом, он даже до ревности, он говорил, не будет с тобой. Тогда Иисус даже через него проговорил, дьяволу отойдет, не сатана. Чем больше он уходил вот в это служение, в помазание, во власть, тем больше он встречал сопротивления. До того, что даже через него начал говорить дьявол. Потому что дьяволу не нравится, когда мы начинаем применять силу и власть, данную нам Богом. Это ему мешает. И нам не безызвестны его планы. И я хочу, чтобы мы сегодня с этим немножко познакомились. Бог хочет уподобить нас Иисусу Христу. Все мы это знаем. Мы говорим об этом, мы молимся об этом. Но уподобить, это значит взять его крест и идти по его стопам. Это значит, что нам нужно то же самое пройти и то, что прошел Иисус. И поначалу все было хорошо, до какого-то момента. То есть он родился, рос, написано, имел благоволение у Бога и у людей. Возрастал в мудрости и в духе. Но потом ему пришлось прийти на служение. На служение он пришел не просто так, он пришел к Иоанну Крестителю. Есть такая теория, что Иисус родился на Суккот, потому что Иоанн родился на Песах или на Шивот. И после этого он пришел, значит, разница между ними была только 3-4 месяца. Потом пришел к нему креститься, именно опять же на Суккот. Я не знаю, где люди вычитывают такие вещи. Это не имеет небольшого значения и на спасение не влияет. Но самое главное, что Иисус пришел принять водное крещение, и Иоанн не хотел его крестить. Вы это помните, да? Почему он не хотел его крестить? Я у тебя должен креститься, а не ты у меня. Но Иисус сказал ему, так мы должны исполнить всякую правду. Почему? Потому что он явился, это великая тайна благочестия, как написано в Писании. Бог явился во плоти. И любой плотской человек должен пройти крещение водой, омовение. И он сказал, я пришел к тебе креститься, чтобы исполнить всякую правду. И только после этого Иоанн допустил его. Но на самом деле речь здесь даже не об этом. Речь идет о том, что Иисус этим крещением принял на себя определенные обязательства по отношению к небесам и по отношению к людям. И он сказал, возьмите крест мой, идите за мной, или возьмите благо мое, иго мое, ибо оно легко. Придите ко мне все труждающиеся, обремененные. Почему? Потому что мы знаем из пророчества книги Исайи, что он шел, как агнец на заклание, и был безглазен перед стрибущим его, и страдал добровольно. Он захотел стать жертвой за наши грехи. И в этом заключается его служение. Но Бог не хочет, чтобы мы принесли себя физическую жертву за чьи-то грехи. Потому что дальше, когда мы с вами читаем, написано, кто умрет за праведника. Вряд ли кто-то умрет за праведника. То есть Иисус нам показал какие-то другие грани Божьей любви. И об этом как раз хочу сегодня много говорить. Вот с момента, как мы примирились с Богом через кровь Иисуса Христа, Он больше с нами не судится. Он хочет, чтобы мы жили дальше и жили хорошо. Вот Римлянам, можете записывать все места Писания, можете открывать. Кого как? Римлянам, 5 глава, с 1 по 5 стихи. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. Это всегда цитируется. Но вот вторая часть не цитируется никогда, потому что нельзя такие вещи говорить в церкви, потому что мы же хотим, чтобы была жизнь с избытком. Ну и вот что говорится. Но не сим только, но хвалимся и скорбями. Хвалимся и скорбями. Зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постижает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши, Духом Святым, данным нам. То есть, мы с вами знаем это местописание, которое говорит, покоритесь под крепкую руку Божию, и покоритесь под крепкую руку Божию, и дальше дьявол убежит, я уже вылетел из головы и убежит от вас. А противостаньте дьяволу и убежит от вас. Здесь, с другой стороны, Павел подходит к этому. Он говорит, что нам нужно признавать, что скорби наши, то есть, наши печали какие-то, наши непонимания, наши страдания какие-то, они должны быть тоже частью Божьей славы. Он говорит, что если мы находимся вот в этих вот страданиях, то тогда приходит Божья слава, потому что Его любовь изливается на нас, потому что приходит терпение, приходит опытность, мы учимся переживать. Это ведь сам Павел пишет, что он может жить и в скудости, и в богатстве. И здесь написано, что надежда не постижает. Когда мы проходим все эти скорби, мы должны надеяться на то, что будет лучше. Кстати, Иов не надеялся. Он даже не надеялся, что будет лучше. Он все время ждал, когда же наконец конец придет этому всему. Но мы с вами проходим это, мы должны надеяться, надежда не постижает, потому что любовь Божия излилась в наши сердца Духом Божьим, который нам дан. И когда мы говорим о том, что в конце всяких скорбей придет хорошо, то мы должны отдавать себе отчет, что хорошо должно быть по его понятиям, не по нашим. Мы с вами на домашней группе сейчас разбираем как раз те места Писания, в которых Бог говорит, что это хорошо. Это создание мира. Потом взяли на себя полномочия решать, что хорошо, что плохо. Ева сказала, что плод этот, он хорош и для еды, и на вид. То есть она взяла с себя полномочия разбираться, что такое хорошо, что такое плохо. Потом мы с вами дойдем до шестой главы, вот в эту домашку должны дойти. Там написано, что дети Божьи, нам, то есть падшие ангелы, они тоже увидели, что жены или дочери людские хороши, и тоже начали делать все, что хотят, чего делать было нельзя. То есть когда человек начинает брать на себя полномочия Бога и выбирать, что хорошо, а что такое плохо, он фактически повторяет грех Адама. Адам не расставился там, в Адамском саду, он продолжал считать, что хорошо и что плохо, а это не наше. И вот эту привилегию решать, что хорошо и что плохо, мы должны отдать Богу. Мы должны понимать, что вот мы с вами говорили в прошлый раз, что Иисус Он Господь всего. Он Господь и всего, что хорошо, и всего, что плохо. И если мы Ему не отдадим вот это вот право решать, право наказывать, право судить, то мы фактически повторяем грех Адама. Мы делаем то, что нравится нам, вопреки тому, что говорит делать Бог. И Бог, он, понимаете, он изначально, когда мы с вами читаем, мы настановились с вами на третьей главе, да, на третьей главе бытия, Он изначально не хотел с нами сводить счеты. Ну, через Адама и Еву. Он мог, он мог спокойно совершенно просто уничтожить там Адама и Еву, как будто их не было, потому что нам сказали, ты в прах и в прах возвратишься. Он мог сделать то же самое. Но почему он этого не сделал? Потому что он хочет, чтобы мы в конце концов очистились от всего этого. Для него, я вот недавно, одно из откровений получил, что на самом деле, вот говорят, тело Христа. Да, не говорят тела Христа, говорят тело Христа. То есть, всех верующих в Иисуса Христа он видит, как одно единое целое. Вы со мной? Да. Всех верующих в Иисуса Христа он видит, как одно единое целое. Об этом Павел пишет, что мы все тела, но каждый из нас порознен член. И мы не можем делать то, что делать нельзя. И Бог не хочет, чтобы мы были поражены. Он не хочет тело Христа, то есть ту невесту, которую он должен приготовить для своего единородного сына, уничтожить или свести с ней счеты. Он хочет сохранить. И Бог за нас. Мы знаем, что Бог за нас. Он не против нас. Он не хочет с нами судиться. Но все его суды, написано у Псалма Певса, они суды праведные. И никто не устоит в его судах. Но пришел Иисус. И все поменялось. И это было осуществление нескольких обетований, которые дал Бог. Первое обетование это Еремия 29 глава 11-13 стихи. Ибо только я знаю намерения свои о вас во благо, а не во зло, чтобы вы имели будущность и надежду. То есть Бог, Он знает все. Он знает от начала и до конца все. От Него ничего не сокрыто. Когда мы читаем 18-й Псалом, написано, что ничего не укроется от лучей Его. И когда мы отдаем Ему всю свою жизнь, когда мы отдаем Ему свои скорби, когда мы отдаем Ему свои радости, то мы должны понимать, что Он знает все это. Он все наши дни знает. Я хочу, чтобы мы просто перешли к следующему месту Писания. Мы сейчас по местам Писания пройдемся, а потом поговорим об этом подробно. Он создал нас. В Писании написано, каждого из нас Он создал, и дни каждого из нас у Него сочтены. Это 138-й Псалом со 2-го по 18-й стихи. «Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты обрамляешь меня и полагаешь на меня руку свою. Дивно для меня видение твое. Высоко не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа твоего и от лица твоего куда убегу? Взойду ли на небо ты там, сойду ли в преисподнюю и там ты. Возьму ли крылья зари и перенесусь на край моря и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть тьма сокроет меня и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит тебя и ночь светла как день и тьма как свет. Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои и душа моя вполне осознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в утробе, в у меня утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Ты возвышаешь, как возвышены для меня помышления твои. О, Боже, и как велико число их. Стану ли считать, исчислять их, но и они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобой. В этом псалме псалмопевец, предположительно, Давид просто передал свое восхищение Богом. Если мы читаем все псалмы, то Давид всегда жаловался Богу. В следующем не стал писать в проповедь, но там написано, если будет читать дальше, ой, если бы ты поразил нечестивца. То есть, даже если мы приходим и говорим Богу, чтобы он совершил свои суды, мы должны сначала признать, кто он. Здесь написано, что он Господь всего, всей нашей жизни. Но он даже пишет, что когда втайне сотворялись жераза рода, чего он все знал. Слово еще нет на языке, но Бог уже знает, что мы будем говорить. Бог знает все. И мы должны постоянно об этом помнить, что Бог знает намерение наше во благо, а не во зло. Тут написано, что я просыпаюсь и все еще с тобой. У пророка, по-моему, если я не ошибаюсь, и у Иля, написано, что благодать Господня обновляется каждое утро, и благодаря этому мы живы. В традиционной еврейской молитве есть молитва, которая называется Модеани. Модеани начинается, с этого начинается каждое утро, я благодарю тебя, что ты возвратил мне душу мою. Мне это очень радует, это в псалмах написано, что душа Божия, когда я сплю, то есть, когда я не контролирую процесс, она в его руках. И когда я перехожу читать места писания об Иове, где написано, что дьявол, он говорит, сатане, он говорит, бери, все делай, что с ним хочешь всего, только душу его не трогай. Душа принадлежит Богу. И если я отдаю свою душу ему, даже когда я сплю, даже когда я не бодрствую, душа моя под защитой Бога. И, казалось бы, все действительно должно быть хорошо, но проблема в том, что приходят к нам иногда трудные времена. Мы иногда проходим с вами пустыню и бурю на ощупь. Мы не понимаем, куда мы идем, мы не понимаем, как мы здесь оказались, что произошло, почему вдруг мы в пустыне, почему вдруг мы, как евреи сказали, да, ты привел нас в пустыню, чтобы погубить нас здесь, Моисею сказали. Они роптали постоянно. Но здесь есть свой плюс. Дело в том, что доверяя Богу и зная, что Он Бог всего, мы можем выйти из этой пустыни невредимыми. Абсолютно невредимыми. Потому что, если мы будем успокаиваться тем, что все в Его власти и пустыня, и наше пребывание в пустыне, то нет никаких причин к тому, чтобы пустыню не прошли. Мы сейчас с вами только что перед этот псалом. Господь пастырь мой, ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на злачных пажетях, и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду до вины смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной. Твой жест и Твой попсах, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умостил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость досопровождают меня во все дни жизни моей. И пребуду в доме Господнем многие дни. Это псалом, который писал Давид, когда ему было очень плохо. Он писал о долине смертной тени. Он очень редко писал о долине смертной тени. Он писал о том, что враги охотятся за ним, что души его идут, но о долине смертной тени он не писал, что долина смертной тени практически преисподняя. И вот он говорит, что когда пойду в долине смертной тени не убоюсь, потому что твой жезл и твой посох успокаивают меня. Мы с вами говорили не на прошлом служении. Что такое жезл, что такое посох? Жезл это символ власти, а посох это символ пастуха, то есть того, кто о тебе заботится. И они успокаивают. Они успокаивают меня, потому что я знаю, что есть кто-то, кто властит над моей жизнью, и я знаю, что есть кто-то, кто будет обо мне заботиться. И этот кто-то не человек. Это творец вселенной, который знает свои помышления обо мне во благо и не во зло, потому что он знает все дни мои, которых еще не было, даже когда мой зародыш создавался в тайне его тропе. И пустыня, это хорошее место на самом деле. Это нам кажется, что это... Кто был здесь в пустыне? Приезжали когда-нибудь в пустыню, ходили по пустыне? Есть, да? Пустыня, это место, она и потому и называется по-русски пустыня. Там пусто. Там ничего нет. Есть пустыня каменистая, как, например, иудейская пустыня. Есть пустыня песчаная, как пустыня Сахара. Разные есть. Вот Иисуса Бог взял для искушения дьяволом и духом возвел в пустыню иудейскую. Это камни. Это жара. Когда мы едем с вами на Мертвое море, вот мы поднимаемся на Иерусалим, на Масленочную гору. И там все зелено, там красиво. Мы съезжаем с нее в сторону Мертвого моря, и там все мертвое, потому что там начало иудейской пустыни. Там другой ландшафт. Все по-другому. И когда мы оказываемся в таком месте, вот представьте себе, чтобы там не было дорог, вы пришли одни и заблудились. Сотни километров вокруг ничего не видно. Просто камни, горы, камни, горы и ничего больше. И вы не знаете, куда дальше двигаться. И Бог ведет нас иногда в пустыню, как евреев привел в пустыню из Египта, как Иисуса перед служением Его после крещения, после омовения привел в пустыню. Он приводит нас туда для того, чтобы нам о чем-то сказать. Слово Медбар и слово Медабер пишутся одинаково. Один и тот же корень. Слово это называется, вот это корень называется Давар. И слово тоже переводится в Давар. В Евангелии от Иоанна начинается со слов Берешит Гая Адавар. То есть в начале было слово. И эти корни, они там. Бог хочет нас сначала в пустыню, где ничего нет, где нас ничего не отвлекает. Да, тяжело. Когда евреи вышли из пустыни, они предъявили Моисею первую претензию, мы, говорит, в Египте на кастрюле с мясом сидели. А сюда ты привез нас для того, чтобы мы умерли от голода. Бог разгневался, пока у них перепила эти из всех щелей не полезли из ноздрей. Потом кормил их манной, но он с ними говорил, о чем хочет Бог с нами говорить в пустыне, о чем он говорит с нами, как он нас проверяет. Евреев им повел очень просто. Он им сказал, все, что вы делали в Египте, вы больше делать не будете. А теперь будете делать вот так. в свою землю. Когда Бог привел Иисуса как человека в пустыню, Он хотел посмотреть, насколько Он устоит в Слове Божьем. И Он устоял. Место пустыни это место, где Бог хочет с нами говорить. Он хочет нам что-то сказать, Он хочет нам что-то донести. Он хочет сделать так, чтобы мы прочувствовали, что что-то будет меняться, что пустыня не бесконечная. Он может с нами говорить по-разному. Он может говорить с нами из среды куста. Он может говорить с нами из столба огненного или облачного. Он может напрямую явиться, как тогда явился Аарону и Моисею, прямо явился и разговаривал с ними. Он может разговаривать с нами через ослицу. Он может разговаривать с нами через людей, через пророков. Он может говорить с нами через слова Библии, через проповедника, через братья и сестер, которые просто получат какое-то откровение пророческое, придут. Мы должны помнить, что мы должны слушать Бога. Когда евреи переставали слушать Бога в пустыне, им становилось плохо. Иисус сам был Словом Божьим, поэтому он не переставая цитировал Слово Божье сатане. Потому что для меня это является эталоном. Если я буду знать Слово Божье, не просто цитировать его вслепую. Знаете, есть люди, которые наизусть знают Библию. Просто вот подадите такой-то стих, такая-то глава. Он тебе процитирует. Я хочу его понимать. Я хочу понимать, почему он это сказал. Можно было сказать много других мест из Писания, из пророков, но почему-то Иисус выбрал только эти три в ответ на искушение сатана. И сатана, написано, отошел от него. Отошел от него, потому что бесполезно. Писание говорит, что Библия есть, Слово Божье есть обоюдовавствий меч. Духовный. Вот против этого духовного меча никакой дьявол не властен. Просто не властен. Он не может ничего сделать. Поэтому он отошел. Почему с нами дьявол все-таки что-то может сделать? Ну, с плотью нашей, по крайней мере. Потому что мы недостаточно владеем этим мечом. Нам нужно научиться им владеть. Нам нужно научиться его понимать. И я хочу, чтобы мы помнили это ободрение по поводу пустыни. Пустыни — это времена тяжкие. Согласны? Пустыня когда-нибудь закончится. У нее есть предел. Пустыня бесконечной не бывает. И Бог, когда ведет через пустыню, Он хочет, чтобы мы прошли в Его обетованную землю, где все будет хорошо. Где бреки, текущие молоком и медом. Где виноград, который там четыре человека должны нести. Там, да, там есть свои великаны. Там есть свои какие-то пугающие места. Но там Божье все. Бог там все устроил. И если бы мы выполняли все, что Бог устроил нам и повелевал в новой земле, в которую мы приходим, не было бы у нас врагов. Потому что Он все устроил. Он сказал, я прогоню от лица твоего врагов твоих. Не мирись только с ними. Не входи с ними в переговоры. Не входи с ними в компромиссы. Они вошли. И до сих пор написано. Мы страдаем от того, что здесь сидят мединароды. И при всем при этом Бог охраняет нас. У Него есть защита для нас. Сверхъестественный план для нас. На протяжении почти трех тысяч лет. И вот Он посылает Сына Своего Единородного в этот мир. Иисус пришел для того, чтобы ты имел жизнь вечную. И наша вечная жизнь начинается не со смерти физической. Она начинается в момент покаяния. В этот момент начинается наша вечная жизнь. А мы живем так, как будто бы эта жизнь временная. Ну ладно, сейчас потерпим чуть-чуть. Вот помрем, и все будет хорошо. Не будет, если мы здесь ничего не делали. Будет так же. Будет так же. Потому что нет ничего в этом мире, имеется ввиду в миру, что было бы создано вопреки законам Божьим. Потому что законы Божьи не даже выше законов физики. Потому что это Он это все создал. Я сегодня читал, просто меня так коснулось вот с 40 по 42 главу Иова. Просто вот когда Бог перечисляет, что Он сделал, на простых примерах. И Он говорит, а ты что, можешь своей рукой себя сам спасти? Ну попробуй, давай, облегись во славу. Устрани от себя все виды. Я поверю, что ты способен. Но Иов сказал, я, говорит, рот свой прикрываем рукой, молчу, прости. Я не мог, я не понимал, я не знал тебя, но теперь вижу. Бог провел его через все это, чтобы Иов его увидел. Иов знал, что Богу нужно поклоняться, что Ему нужно приносить все сожжения, что Он может покарать детей за то, что они где-то согрешили и не принесли жертву. Он это знал, но Он Бога не видел. А мы видели. Мы видели Его деяния. Я хочу об этом сейчас тоже поговорить. Апостолы Его видели вживую. И тот, кто видел Собесно сына, видел и отца. Но Иисус живет в нас. И если мы даже Его не видим физически, мы видим Его духовными словами, а и духовными глазами. Мы понимаем, кто живет внутри нас. Аминь. Иисус умер для тебя, чтобы ты имел жизнь с избытками, и Он пришел сделать нас сонаследниками определенной власти. Я хочу напомнить, что в Царстве Божьем есть власть. Там есть полномочия. Вот мы говорили на прошлом служении. И Он дает нам эту власть. Смотрите, что написано в Писании. Прямо несколько мест Писания. Иоанн 1 глава с 12 по 14 стихи. А те, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Поверив в Иисуса Христа, как в Господа и Спасителя, мы от Бога родились. Если мой отец царь, то я кто? Царь. Только с определенными ограничениями. Понимаете, да? Я имею право представлять Царство Божие, потому что у меня те же, та же власть. Потому что у меня отец, царь, у меня папа Богом работает. И я имею право представлять, смотрите, вчера было собрание по поводу 75-летия освобождения Освенцева. И туда приехал принц Чарльз. Почему не королева? Могла бы и она приехать? Ну понятно, что она уже, да, не в том возрасте, чтобы летать на такие расстояния. Но могла бы и она приехать? Но приехал он. Мог приехать, кстати, и тот из внуков. Потому что они представляют королевский дом. У них та же власть. И их бы точно так же приветствовали. То же самое и мы. Мы имеем ту же самую власть. Мы дети Божьи. И мы этой властью можем здесь пользоваться, но почему-то этого не делаем. Иоанна 14 глава, 12-14 стихи. Истинно, истинно говорю вам, верующие в меня, дела, которые творю я, это Иисус говорит. Которые творю я, и он сотворит. И больше сих сотворит. Вы представляете, какой властью и силой нужно обладать, чтобы сотворить больше, чем сотворил Иисус? Мы не знаем, что он имеет в виду. По количеству больше? Или по размаху больше? Ну, по крайней мере, за всю историю пробуждения, вот начиная с реформации и до сегодняшнего дня, мы видим, что Бог через людей являл чудеса, которые даже в Библии не записаны. У Иоанна написано, что и много других чудес и знамений совершил, которые не может вместить книга сия. А за 2000 лет-то сколько знамений? Там-то за три года все. А здесь за 2000 лет сколько знамений, сколько чудес было? Это осуществление пророчества. И если чего, вот очень важный момент, смотрите, мы же не делаем это своей силой, правильно? Мы делаем это силой Духа Святого. Мы можем попросить, и через Духа нам будет дано. Иисус говорит вот что. Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю. Да прославится Отец в Сын. И чего попросите во имя Мое, то Я сделаю. То есть, если мы ищем Ворьи Божьей, ищем правды Царства Божьего, и просим во имя Иисуса Христа у Отца Небесного что-то сделать, и мы с вами говорим, что Бог-то един. Да? То Иисус говорит, Он сделает, я сделаю, а в Данной еще одно место, где Дух Святой сделает. То есть, мы имеем власть получить вот эту вот мощь, которая через нас может течь. И это и есть та самая река воды живой, которая через нас будет течь. Помните, когда Иисус говорил, что если бы ты знала, женщине, кто перед тобой, то просила бы у Меня этой воды и не жаждала бы вовек. Это именно об этом речь идет. Если вы внимательно прочитаете книгу Откровения, там написано, что в Небесном Царстве есть только одна река, которая течет, по берегам ее стоят дома, и дерево, и листья для исцеления народов, я верю, что это маслина, исходя из всех пророчеств. Вы смотрите, одной реки на всех недостаточно. Там мы не будем пить воду, мы будем пить Духа Святого. Это и есть река воды живой. Вода никуда не денется, но мы будем пить Духа Святого. И ободрение еще одно. Если мы сейчас проходим тяжелое время, каждый из нас в той или иной степени проходит тяжелые времена. Каждый из нас. И мне тоже некомфортно в этом сидеть. И я тоже как бы прохожу тяжелые времена. Есть люди, которые устают на работе, есть люди, которые, я не знаю, их обманывают, их обкрадывают, их, не знаю, не дай бог, в аварию попадают, они еще. Они проходят сложные времена. И это верующие люди. Но почему-то в этот момент мы забываем то самое, что написано в притчах Соломона. В книге Соломона написано «Все проходит и это пройдет». «Все проходит и это пройдет». Я много раз пересматривал фильм, который называется «Матрица». Очень глубокий фильм. Понятно, что там мало упоминается о христианстве. Но там гениальную фразу говорит прорицательница. Она говорит «Все, что имеет начало, имеет и конец». Пустыня имеет начало, имеет конец. Проблемы имеют начало, имеют конец. Болезнь имеет начало, имеет конец. Простой пример вам. Самой страшной болезнью этого века что является? Спин. Не рак и не спин. Новая китайская болезнь? Гриб. Обычный гриб. Гриб. Представляете, самая страшная болезнь. Нельзя найти от нее лекарство. Это вирус, который мутирует из года в год и невозможно найти от него лекарство. Но ободрение для тех, кто заболел гриппом, он проходит через 7 дней. Он имеет начало и имеет конец. И все в нашей жизни имеет начало и имеет конец. Знаете, что не имеет конца? Любовь. Любовь Божия не имеет конца. Написано, все умолкнет языки и знания. Но любовь никогда не перестанет. Если мы живем этой любовью и движем эту любовь, мы с вами говорили на позапрошлом служении, потому что все дары движутся только одним, любовью. Если мы живем в любовь, у нас есть власть. Оказывается, власть в любви. Власть не в жезле, который мы должны там сейчас выковать из какого-нибудь чугуна. Не в посохе, в любви. В этом есть наша власть. Если мы будем требовать этой власти от себя, то мы никогда ее не получим, потому что в нас нет той любви Божьей. Мы ее не получили, если мы не слились с Богом. Поэтому мы должны примириться с Богом, и здесь, слава Богу, все верующие. Мы должны уподобиться Иисусу, то есть быть готовыми пройти и тяжелые испытания тоже. Я напомню, что все те люди, которые кричали ему осана, они же кричали и распли его. Я не говорю, что мы должны сейчас идти на распятие. Нет, те времена прошли, хотя гонения, говорят, еще будут. Но знаете, я сегодня слушал один видеоролик, молодой проповедник, он говорит, вы знаете, есть мотивация гораздо круче, чем гонение. Это любовь. Когда мы мотивируем любовью что-то делать, то делать это становится гораздо легче. это проявляется даже в мелочах. Если вы чем-то горите, вы любите то, чем вы занимаетесь, вы готовы этим заниматься день и ночь. Но если вам нужно на чем-то там сконцентрироваться и вы этого не любите, у вас найдется миллион причин, почему этого не делают. Так вот, у нас есть власть помолиться за людей, чтобы наша жертва поклонения, наша жертва покаяния, она была принята Богом. Иов, 42 глава, 7-го по 10-й стих. Мне просто, мне аж, знаете, это были не мурашки, это было гораздо сильнее, когда я прочитал вот эту 40-ую главу и дошел до этого места. Смотрите, когда уже Иову все рассказал и показал ему на примере бегемота, что ты вот такой крутой, да, в твоем створении, а попробуй приручи бегемота. Просто приручи его, заставь его сидеть возле дерева на привязь. Да ты к нему на метр не подойдешь. А мне, говорит, он подчиняется. Иова всего просто, я думаю, передернул, потому что он понял вообще, насколько человек уничтожен. Но, посмотрите, какое ободрение Бог дает ему. Иову 42-ая глава. Иову он дает ободрение. Это еще не времена Нового Завета. Это времена Ветхого Завета. Написано примерно тогда, когда было написано Тором и Иисе. И было после того, это седьмого стиха. И было после того, как Господь сказал слова Иову, то есть то, что я им сейчас перечислил, сказал Господь Иллифазу, это слово не выговорит, короче, Иллифаз был из Йеменов, он теймани, говорит Господь, гнев горит мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, в оригинале написано не так правильно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе семь тельцов и семь овнов и пойдите к рабу моему Иову и принесите за себя жертву. И раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо моё и только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. И пошли Иллифаз, и Велидар, и Суфер, и сделали так, как Господь поверял им, и Господь принял лица Иова и возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Сначала мы думаем, что нет, Бог не захотел жертвы принимать от этих троих друзей Иовцев. Но потом нет, Он говорит, у Иова, как у праведника, есть власть принести за вас жертву, помолиться за вас, и только после этого я вас не отвергну. И только после того, как он это сделал, то есть помолился за прощение своих друзей, написано, Бог все отдал в два раза больше, чем у него было. И не было написано красивее женщин, чем у него дочери. Не было. Он компенсировал ему все. Просто за то, что он оставался верным Богу. У него была власть от молитв чужие грехи. Иисус дал нам ту же власть. Иоанна 20, глава 22, 23 стихи. Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, а на ком оставите, на том и останутся. Представляете себе, какая у нас есть власть, имея Духа Святого прощать грехи. И опять же, фарисеи говорят, что куча противоречий между Новым и Ветхим Заветом. Да нет же. Смотрите, у Иова была та же власть. Он не был новозаветным героем. Он жил за 2, а то и 3 тысячи лет до того, как родился Иисус. Но у него была та же власть. Он мог помолиться, и только его лицо мог принять Бог. Почему? Потому что он был праведнее всех. Он был рабом Божьим. И несмотря на то, что он наговорил там кучу всего, Бог все равно сказал, только его молитву буду слушать. То есть, ободрение в чем? Ободрение в том, что если мы знаем Бога, слышим Его голос, даже в пустыне, не голос дьявола, а голос Божий, то мы сможем, вот когда Он проговорит нам через бурю, как Иову, и покажет нам все наши косяки, мы сможем применить эту власть, помолиться за кого-то, и после этого Бог нам даст то, чего Он у нас, дьявол, отобрал. И мы должны себя в первую очередь простить, себе простить эти грехи. Потому что мы ходим с вами, знаете, Бог написан наши грехи-то уже давно забыл, за хребет закинул, а мы-то сами себе все помним. Мы помним, как мы кого-то обманули, я говорю про прошлую жизнь, да? Мы просим там прощения у Бога за то, что мы там кого-то обманули, да Бог уже, мы уже покаялись, мы себя никак простить не можем. Мы должны простить себя в первую очередь. Да, было такое, да, мы были безбожниками. Те, кто безбожники, они безумцы. Безумцы. Мы были такими, мы пришли в себя, помните, мы пришли в себя и покаялись. И теперь Бог этого всего не помнит, но мы носим в себе эти обиды на самих себя и говорим себе, о, если бы я вот тогда не был таким, то я бы сегодня был бы в другом месте и так далее. Это неправильно. Мы должны в первую очередь себя простить. Мы должны покаяться и услышать голос Божий в пустыне. Так же, как Адам и Ева слышали голос Божий, они даже не голос, они шаги слышат. Но там написано, что услышали голос Божий, Бога, который прогуливался в прохладе дня. Вот так же, как мы должны слышать голос Божий. Мы должны отличать его от всех других голосов. Это навык, которому стоит научиться. Потому что Иов прислушивался к любому шороху, пока сидел и страдал. То есть, он до этого знал, что Бог есть, но никогда с ним не разговаривал. И он сидел и прислушивался, и наконец Бог проговорил ему не тихим голосочком из среды какого-нибудь растения рядом растущего, а из бури. Поднялась буря, и из бури говорил Бог с ним. Потому что, когда мы действительно взываем к Богу, он приходит и отвечает. чуть раньше было написано, мы это почему-то не прочитали, я не помню, почему не прочитали, но здесь есть местописание, это Иеремия 29 глава, 11 по 13 стих, мы с вами говорили про будущее и надежду, и там вторая часть этого написана. И воззовите ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня, всем сердцем вашим. Это очень важный момент. Взыскать Бога, это не просто посидеть и Библию почитать, это не просто раз в неделю на служение сходить, взыскать Бога, это искать Его, как Иов. Вот мы сегодня сидим и страдаем, нам плохо, мы болеем, там то, пятое, мне было обличение такое, вот я сижу, страдаю, а я болею, у меня нога, вот сейчас вторая нога, там что-то там началось, не это самое, видите, я сегодня в модном ботинке хожу. Вот сижу и думаю, ну почему, что такое, ну должно же заживать, и почему еще хуже становится. Тут уже мне говорили, как и овцы сказали, реально, мне тоже самое представлено, может тебе покаяться в чем-то надо? Я это уже слышал, читал об этом, и овцы тоже предлагали ему покаяться. Жена вообще сказала, прокляни Бога и умри. Я не говорила. Не, не мне, Иову. Иову, Иову сказал, мне жена не говорила, мне жена подбадривалась, если я сегодня еще тут с вами сижу, это благодаря ее ободрению. Так вот, к чему я? К тому, что, когда нам начинают вот эти голоса говорить, может тебе покаяться в чем-то, может тебе грех какой-то нужно исповедовать, может быть у тебя, знаешь, ноги, это же хождение, это пути, это то, минуточку, я это уже слышал. Тем, кто так говорил, Бог сказал, пока не поморется за вас, Иов, я вас не просчет и вообще отвергну. Зачем я такие вещи буду слушать, если я уже знаю, почему, мне говорят, нужно вникать в себя и в учение? Потому что я уже знаю, такое было, и это Богу не нравится. Это просто пустыня, Он для чего-то меня сюда привел, и я должен спрашивать, для чего я здесь? Говори со мной. Говори со мной. Потому что я знаю, что Иисус уже все совершил, написано, что ранами Его мы исцелились, все эти спецэффекты дьявола, они когда-то пройдут, они имеют конец. Дьявол не вечен, в отличие от Бога. Если дьявол начинает напоминать нам про наше прошлое, напомнить ему про его будущее. Он о нем забыл. Мы не должны поддаваться на такие провокации. Мы должны услышать Бога. Приходят люди и начинают соболезновать, вот так вот выражать. Они не враги нам. Нет, вы поймите. Эти люди, которые приходят и начинают нам говорить покаясь, там у тебя грехи, у тебя то, у тебя пути. Они же не враги нам. Они же не пришли нас, знаете, совратить. Они пришли с благими намерениями. Но не сразу существует народная мудрость про благие намерения, которыми дороговат вымощен. Мы должны Божьего искать. Поэтому Иисус говорит, ищите прежде всего Царство Небесное и правды Его. В других местах написаны и силы Его. Потому что только там мы найдем истину, ответ на все свои вопросы. Мы должны услышать голос Бога. И просто вот говорите себе каждое утро, я хочу слышать голос Бога. Я хочу слышать голос Господь. Говори ко мне. Говори ко мне через следу куста, через ослицу, через собаку, через кошку, через кого угодно. говори ко мне я хочу слышать твой голос поверьте мне через кошку разговаривать не будет он придет и будет с вами говорить нужно когда я был вот этим вот псевдо верующими и иудеем я пришел к богу когда мне сказали что мой совершенный отец и мне сказали что вот у него все ответы я пришел начать предъявлять не бред я к нему возвал из не из желания приблизиться к нему и желание предъявить ему претензии за всю поломанную искалеченную жизнь которую я прожил на протяжении 40 лет я говорю кто будет это все отвечать вы знаете он пришел и говорил со мной голосом и присутствие божье вы не ни с чем не спутаете это бог говорил и терпеливо говорил мне вот так научиться терпеливо говорит как он говорит я вот смотрю на то как бог разговаривал со мной как он разговаривал с его вам как он разговаривал с другими людьми мне нет такого терпения я хочу такого терпения но это вы должен смириться перед волей божьей сказать ему говори со мной научи меня веди меня и обличай мы должны услышать голос бога мы должны роптать на все что происходит вокруг нас это пустыня не для того чтобы нам причинить страдания для того чтобы мы остановились написано остановитесь и познайте ибо я есть господь он для этого туда нас привел в эту пустыню и я сейчас на себя смотрю что я вот на этом кресле прям вы меня знаете я по стене бегаю обычно я мне не удобно я не комфортно чувствую себя не в своей тарелке но бог лет его сюда меня привел хочется мне хочется что-то до меня донести я еще не все услышал мне еще позже не сложился но у меня больше времени для молитвы у меня больше времени для взывания другое смотрю есть другие вещи которые нужно делать ну кроме молиться описание опять меня возвращает к этому месту писания написано воззовите ко мне и я услышу опять место писания ищите прежде царстве кожи и правда его остальное приложится на я просто хочу слышать голос божий снова я давно не слышал голос божий так как он со мной говорил явно он сегодня говорится на через пророчество иногда через через слово иногда духом святым про но голоса я его не слышу я хочу слышать его что-то я сделал не так почему почему я и нашли достаточно взрываю к нему чтобы услышать его голос я хочу этому научиться вместе с вами что как то что вера она не всегда выглядит логично не помню кто это сказал большинстве случаев она вообще выглядит как что-то вообще не нужно вот реально она выглядит бессмысленно зачем верить если у тебя тут плохо тут плохо тут плохо ну вот вот же твой бог он могут тебе говорит не вылечил не только же вылечил это же не его это дьявольская это дьявол принес сюда бог то мои раны уж давно исцелил своей кровью это я где-то накосячил и принял это на себя и теперь еще на нашу это на мне нужно очищаться всего я должен понять что бог от меня хочет луки 17 глава 6 стих господь сказал если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей исторгнись и передать и перед пересадись в море то она послушалась бы вас вы знаете я подходил несколько раз к смоковнице и говорил ей во имя иисуса исторгнись и пересадись в море а она или не там я пришел к выводу что-то не потому что смоковница мне не подчиняется а потому что вера у меня меньше чем горчичное зерно мы должны практиковаться вере я хочу сегодня молиться за то чтобы дар веры все больше и больше проявлялся в нас потому что мы вернулись к тому с чего начали какой властью мы это делаем иисус объясняет властью веры в бога вот наша власть и если наша вера до сих пор не дает нам вернуть эти горы и эти смоковницы в море значит она меньше горчичного зерна и никто здесь не может сказать включая говорящего что у него вера больше горчичного зерна потому что иначе мы вы сварили мы с вами творили здесь чудеса и знамения налево и направо мы не верим и в этом нет ничего плохого апостолы тоже не верили они говорили господи помоги нам нашему неверию они не верили и он их называл маловерные не потому что они были неверные а потому что веры в них было мало это нормально потому что когда мы не растет она уже всего достигли куда дальше идти мы уже все верим вот так сделали рука выросла сказали во имя иисуса и все бесы вышли а иногда приходится часами молиться до утра за человека чтобы не убежать а они не выходят почему потому что веры мало нет у меня нет у него нет потому что мы властью не умею пользоваться это навык верить и пользоваться этой властью я хочу сегодня молиться об этом о том чтобы дар веры который бог уже высвободил в нас духом святым он же пролился на нас благодать больше классном сердце через духа божьего данного на вот этот дар вера чтобы проявлялся в нас каждый день чтобы мы практиковались в нем что если сегодня мы вышли возложили руки на больного он не выздоровел ничего страшного значит у бога другие планы но он все равно знает и помышление его за кого мы молились во благо а не во зло потому что он знает каждый день который был для него назначен когда ни одного из них ничего не было мы должны просто верить в то что бог работает и тогда у нас будет власть и сила и никто не сможет противостоять потому что мы вот иметь веру божью бог верит сам себе однозначно он верит в свою силу верит это я прочитал книги его однозначно у него даже сомнений нет про то что все что он делает он в это свято верит мы иногда не верим и мы должны молиться за то чтобы эта вера была в нас больше и больше это дар его нужно развивать и он у нас есть потому что если мы не поверили в бога то нам это не вменилось бы в праведность теперь мы должны поверить не только в бога и не только богу но и в силу его и в правду его аминь давайте за это будем молиться